приветствую вас дорогие друзья и подписчики если ты гость на канале приглашаю тебя подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик возле видео для того чтобы не пропускать новые ролики на канале хочу прокомментировать последние заявления экс-президента армении левона тер петросяна который признался что весь мир считает карабах частью азербайджана и так заметочка всем радикалам и армянским интернет оратором которые заявляют о каком-то там мифическом народе нагорного карабаха даже ваши армяне президенты признают что весь мир считает карабах азербайджанской землей и так лидер армянского национального конгресса первый президент республики армения левон тер петросян в эфире общественного телеканала страны подверг критики абсурдные мнения которые бытуют в армянском обществе об этом транслируют армянские средства массовой информации цитирую левона тер петросяна то что мы в 90-х годах не использовали шанс не пошли на компромиссные решения и не вернули азербайджану земли все это привело нас к такому плачевному положению в этом также виновата наша интеллигенция наши академики было глупо полагать что эти земли можно будет вечно удерживать баланс сил азербайджана и армении менялся и мы должны были это учесть азербайджан стоит признаться действовал очень терпеливо они 30 лет терпели и в итоге решили поставленные задачи наши политические силы наша интеллигенция до сих пор этого не осознали сказал тер петросян несколько комментариев лично от меня господин петросян вы не могли использовать свои шансы на компромиссные решения по той простой причине что армянин идет на компромисс только через спинок под зад у армян не бывает никаких мирных компромиссов в голове они в принципе не знают о существовании такого слова как компромисс у армян все гораздо проще есть возможность урвать кусок земли у соседа значит нужно урвать а если сосед вдруг опомнился и начинает метелить тебя битой по голове значит земли нужно в срочном порядке вернуть почему потому что больно все просто какие еще компромиссы левонтер петросян говорит что было глупо полагать что эти земли можно будет вечно удерживать друзья ну вот представьте себе президент армении сам называет армян глупыми и это даже не азербайджанцы говорят а ваш армяне президент и он правильно говорит ибо действительно глупо брать чужое и думать что тебе за это ничего не будет 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 конечно же будет рано или поздно вор и захватчик будет привлечен к ответу и возврат земель не будет простым возвратом земель ведь кто-то же должен будет заплатить азербайджану за нанесенный ущерб за последние 30 лет а теперь внимательно еще раз послушаем что сказал тер петросян было глупо полагать что эти земли можно будет вечно удерживать друзья вы заметили что президент армении признал этой фразой что земли азербайджана удерживались армении то есть другими словами армянский президент сам подтверждает факт оккупации армянами азербайджанских территорий он подтвердил что его страна является страной оккупантом и это говорит на минуточку президент армении вот так вот друзья зачем искать где-то доказательства если так говорят сами же лидеры армении и именно они же и закрывают рты всяким там армянским блогерам радикалам и комментаторам которые всячески пытаются выгородить армению и выставить ее в глазах мирового сообщества как потерпевшую сторону с таким же успехом давайте и гитлера будем жалеть ведь у него же тоже отобрали земли которые он нахально и жестко завоевал за что же его жалеть за что же жалеть армян друзья в словах тер петросяна четко прослеживается логика захватчика слушайте что он дальше говорит баланс сил азербайджана и армении менялся и мы должны были это учесть то есть левон вы хотите сказать что если бы баланс сил азербайджана и армении не менялся то вы бы и дальше удерживали территории я вас правильно понял разве это не мышление подлеца разве вы после таких слов заслуживаете на уважение разве вы армяне не захватчики и вот президент подводя итог начинает похвально отзываться об азербайджане который умеет терпеливо добиваться поставленной задачи конечно умеет а вы армяне этого так и не поняли некоторые из вас до сих пор этого так и не поняли раз уж хотят реванша и поддерживают радикальные течения в армении мне еще вот что интересно азербайджан добился своей цели и в итоге даже президент армении им восхищается поэтому давайте друзья азербайджанцы и дальше идти вперед чтобы и дальше восхищать наших соседей армян своими победами и реализациями поставленных целей восхищаясь терпеливостью и упорством азербайджана левон терпитросян говорит что мол наши политические силы наша интеллигенция до сих пор этого так и не осознали левон да не грустите вы так у них все еще впереди еще осознают их жизнь заставит осознать армения по словам первого президента этой страны больше не имеет решающего голоса в такой тупик ереван загнал себя сам отметил и вон терпитросян политик призвал отказаться от реваншистских намерений ну во первых друзья я и не помню такого времени когда бы армения не было в тупике у них что не дорога то в тупик а то что армении больше нет решающего голоса так это ваше определение левон я бы поставил под сомнение и хочу задать вам встречный вопрос а когда это у армении был решающий голос я соглашусь с вами что голос у армении был всегда но он никогда не был решающим за армению постоянно решает кто-то да и честно говоря может это и к лучшему ибо благодаря чужим решениям армения еще как-то существует ибо если бы армяне сами управляли своей страной то на сегодняшний день уже не было бы чем управлять а дальше друзья левон терпитросян начал обсуждать и критиковать роберта качаряна цитирую считаю опасным заявление роберта качаряна ашуше и гадруте он конечно мечтает вернуть эти земли но нужно понимать каким проблемам приведут такие действия неужели он и вправду думает что азербайджан уйдет оттуда но здесь друзья я как бы сразу хочу успокоить армянского президента заявление роберта качаряна о возвращении шуши и гадрута это всего лишь пиар-ход рассчитанный на внутреннюю аудиторию и нужно быть бараном чтобы поверить его слова а я надеюсь левон что вы это понимаете ведь не может же быть президент армении бараном правда я вам больше скажу качарян даже уже и не мечтает о возвращении некогда оккупированных территорий все о чем он может мечтать так это о власти в армении ведь сегодня у него появился хоть и призрачный но все же шанс заползти на армянский престол по ступенькам армянского радикализма и ненависти к пашиняну он будет обещать армянам все что угодно ибо больше такого шанса на восхождение к власти у него не будет спасибо друзья за просмотр с вами был павел из украины всем пока